На какой стадии сейчас находится разработка технической документации для строительства и сертификации транспорта? Сейчас мы выпускаем рабочую документацию. Для этого надо было выбрать концепты, подготовить технические задания на грузовую, городскую, высокоскоростную систему. Эта задача непростая, потому что уже в техническом задании описывается фактически конструкция принятого варианта транспортного комплекса. Почему комплекса? Мы не систему делаем, а ряд систем, входящих в грузовой комплекс, в городской комплекс и высокоскоростной комплекс. В комплекс входят эстакады, это рельсострольно-путевая структура, предварительно напряженная, неразрезная. Это опоры промежуточные, анкерные. Это эстакад. По эстакаде движется подвижной состав. И он разный. Одно дело высокоскоростной, другое дело городской, где скорость 100-120 км в час. Или дело грузовой, где в логике продуктопровода везется. Они отличаются друг от друга, как, допустим, отличается легковой автомобиль от автобуса и от самосвала. Или от самолета. Поэтому, естественно, каждый комплекс разрабатывается, своя документация. При этом, кроме этого, еще входит инфраструктура в эти комплексы. Она разная для разных комплексов. Это станции, вокзалы для пассажирских перевозок. Причем высокоскоростная станция и городская станция – это разные станции. И эстакады разные. Вот я сейчас тоже недавно прочитал вопросы. Тут очередной обличитель пишет о том, что это все глупость и чушь. Струна по ней, нельзя ехать, она прогибается, колеблется и так далее. Не понимают одного многие, что, допустим, городская эстакада и высокоскоростная эстакада – это абсолютно разные эстакады. И нельзя по городской ехать, естественно, с скоростью 500 км в час. Там все это взлетит. Это правда. Я не говорю, что надо по городской ездить с такой скоростью. Она проектируется на скорости до 120 км в час. И она достаточно гибкая, но, опять же, сходя из комфорта. Многие, например, наблюдали, какие неровные рельсы. Вот уже трамвая. Но движение более-менее комфортное. Потому что, если даже будет неровности на 50 метров в 100 мм на пути, и скорость будет до 100 км в час, пассажир даже не заметит этого. Поэтому в городской системе там гибкий достаточно рельс. И деформативность рельса под нагрузкой подбирается, исходя из требований комфорта движения. Поэтому, естественно, техническое задание на городскую систему абсолютно отличается от технического задания на высокоскоростную систему, где жесткость пути, ровность пути должна быть не более 10 мм на 50 метров. И вот это почему-то критики не понимают и не хотят этого видеть. То же самое грузовая. Для перевозки грузов промышленных скорость не нужна, потому что чем выше скорость, тем затратнее перемещение. На аэродинамику, на сопротивление к качению колеса или на магнитную подушку. Не важно. Поэтому грузы всего промышленного возить лучше всего с небольшой скоростью, порядка 30 км в час. Потому что надо возить миллиарды тонн. И это тоже будет большая скорость, потому что скорость средняя перемещения грузов на Трансибирском магистале 9 км в час. То есть это выше, чем Трансиб. И есть уже данные, что для того, чтобы поднять, допустим, производительность Трансиба, скорость движения на Трансибирском магистрале на 1 км в час, нужно 2 миллиарда долларов инвестиций. Поэтому, чтобы достичь таких скоростей, которые у нас для грузов, вот мы принимаем 30 км в час, в Трансибирском магистрале надо вложить еще порядка 40 миллиардов долларов. Поэтому есть масса ограничений разумных, масса вопросов, которые надо оптимизировать в процессе подготовки, документацию. Эти процессы очень сложны. Техника очень сложна. А почему-то у многих представление, что мы тут собрались какие-то студенты и в сарае что-то лепим. Но это не так. Здесь работают профессионалы. У нас 4 кандидата наук, доктор наук, академик в структуре Конституционного бюро с большим опытом, с огромным опытом работы. И эту работу мы сейчас и делаем, потому что мы сейчас завершаем уже подготовку рабочей документации, в которую входят, кроме того, что я назвал, еще и систему управления автоматизированной. Например, на автомобильном транспорте до сих пор не могут автоматизировать. Это непросто сделать. Поэтому водитель водит автомобиль. А у нас автоматизированная система управления должна быть. Причем она разная. Одно дело грузов возить, другое дело по городу возить пассажиров, а третье между городами ехать за скоростью 500 гектров в час. Это разные системы даже управления. Ну, они на общих принципах, но они разные. Они тоже входят в рабочую документацию. Мы делаем свой привод, потому что лучше всего подходит мотор-колесо. Ну, такие мотор-колеса, как нам нужны, никто не производит сейчас. Потому что нам нужен, нам нужен мотор-колесо вот с такими характеристиками примерно, диаметром 300 миллиметров двигателя, толщина 8 сантиметров, вот, а мощность 150 киловатт. И обороты до пяти тысяч оборотов в минуту. При этом крутящий момент должен быть 750 ньютон-метров. При таком, таких габаритах и массе, масса двигателя 30 килограмм. Так вот, у 600-го Мерседеса на валу двигателя крутящий момент 500 ньютон-метров. Меньше, чем у нашего маленького моторчика. Мы его разработали. И мы его сейчас будем изготавливать. Там не так тоже просто это сделать. Если бы было просто, все бы это делали. Там даже для того, чтобы этот двигатель работал, там мощный постоянный магнит используется. И как бы ротор двигается пошагово. Там сотни переключений в секунду. Вовремя, тысячи переключений в секунду. Даже десятки тысяч переключений в секунду. должны, чтобы магнит тянул этот ротор. Причем это по определенным программам. Там инвектор должен стоять определенный, который надо разработать. Который по сложности еще сложнее, чем вот система управления двигателем, сейчас сам двигатель. Так вот, чтобы это сделать, мы как бы конструкторское бюро здесь отдельно по мотор-колесу создаю сейчас. И чтобы это все заработало, нам надо вложить в разработку минимум 500 тысяч долларов. Тогда это будет работать. Чудес в технике не бывает. Чтобы сделать новый автомобиль, компания автомобилестроительная вкладывает миллиард долларов. Чтобы сделать 10 тысяч там первую модель автомобиля. Естественно, что первая модель нового направления, наверное, даже и подороже должно стоить. А мы делаем это за смешные деньги. И малым количеством работников, сотрудников, конструкторов, политировщиков. И вот этот процесс сейчас идет. И мы, когда выйдем уже на площадку, к этому времени уже у нас будет документация готова. И не только на это, нам нужно еще станции спроектировать. Анкерные опоры, где усилие несколько сот тонн, даже по тысячу тонн. Эта станция должна поехать по грунтводу, не срезать грунт, не опрокинуться и так далее. Мы разрабатываем стрелочные переводы, которые тоже должны стоять потом на тестовых участках. То есть это целый комплекс работ. И вот сейчас мы завершаем проектно-смертную документацию на тестовые участки, то есть на поливод. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...